В ноябре прошлого года по завершению ремонтных дорог на трассе Чита-Забайкальск автолюбители жаловались на состояние трассы. Технология термопрофилирования, позволяющая пережить асфальту суровой забайкальской зимы, не сработала. Тогда ремонтники объяснили ситуацию отсутствием финансирования со стороны государства, а также первым знакомством с технологией морзостойкости. К сожалению, у собственника, коим является государство, средств на его реконструкцию нет. Поэтому в рамках программы работ на будущий год запланировано проведение работ по ремонту. И вот сегодня обновление трассы Чита-Забайкальск снова идет полным ходом. И на этот раз вручаются ремонтники. Трасса выдержит и снег, и стужу, и большой поток автомобилей. За день они проходят до одного километра дороги. Настоящий завод на колесах ремиксер 4500 дробит половину старого асфальта и смешивает его с новым, в результате выдавая крепкое покрытие. Каткам остается лишь закончить уплотнение. Одно из преимуществ чемпионочно-мастичных асфальтобетонов, то есть устойчивость к пониженным температурам, то есть морозостойкость у него повышенная, меньшее образование трещин, всевозможные деформации, на сдвиг, колейности. С использованием новых технологий затраты на содержание и ремонт дороги снижены в три раза, а время выполнения работы только сокращается. Результатом уже в декабре послужат 14 километров трассы Чита-Забайкальск с новыми водоотводами, барьерами, разметкой и дорожными знаками. Артем Кондратьев, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ